Кто живет в Баку, тот знает. Посмотрите на мою руку. Тихо трезлая вещь, даже боится она. В общем, я ушла с работы. Доброе утро всем. Я только что проснулась. Время 7. По идее, мне сегодня никуда не надо. Очень странно, что в пятницу мне никуда не надо. Я сплю в свитере. А это потому, что у нас не работает газ. Замечательно. Я даже не могу голову помыть. В моей жизни произошли некоторые изменения, о которых я вам сегодня расскажу. Немножко печально. Ну что поделать. Сегодня у нас с вами будет влог. Я надеюсь, что будет интересно. По-хорошему надо было что-то поесть. Вот только я не знаю, что. У меня вообще аппетита нет. Наверное, каких-то фруктиков так по-быстрому поем. И уже мне нужно уходить. Нужно еще успеть накраситься. И так, чем именно я буду делать макияж? Обязательно в своем макияже я буду использовать вот этот новый мой хайлайтер от Revolution. Он немножко дуахромит. Очень сильно пигментированный. Но единственный минус у меня здесь сломана немножко упаковочка. Вот давайте докоснусь малейшего. Касание достаточно, чтобы получить вот такие вот блестки. Их даже можно использовать просто как тени. Упаковочку прям на соплях держит. Ну да ладно. Далее, значит, буду использовать вот эту свою любимую палеточку. Опять же, от Revolution. Тональное средство от Ideal. Из проекта, конечно же, Project Pen. И буду использовать вот эти тени, которые также у меня в проекте от Jade. Обожаю просто вот этот вот оттенок. Получаются такие мелкие блестки, которые я очень люблю. Подводка от Golden Rose. Здесь очень тоненькая кисточка. Уже покупаю в третий раз. Мне очень нравится. Но ее сняли с производства, к сожалению. Румяшки я сегодня буду использовать от Chanel. Если сумею их открыть. А, опля, получилось. Вот такой вот яркий оттенок. Но я их наношу прям совсем чуть-чуть. И получается очень красивый эффект. Розовых щечек. Это, кстати, подделка под Анастасию Beverly Hills. Я просто использую ее как зеркало. Вообще, видео получилось, что в моей косметичке. Надо бы снять такое видео. Ладно. Времени очень мало. Поэтому я бегу делать себе макияж. А затем покажу вам результат. В общем, вот такой вот мейк я быстренько-быстренько себе сделала. Еще в домашней одежде. Но сейчас переоденусь. Я и сейчас немножко спешу. На улице просто потрясающая погода. Светит солнышко. Но сейчас не об этом. В общем, я ушла с работы. Произошло это спонтанно. Я не собиралась этого делать. Я собиралась еще долго работать в этой компании. Потому что считала компанию своим домом. И сейчас считаю. Я думаю, что если я буду покупать технику, то я обязательно направлюсь в эти магазины. Когда я прохожу мимо филиалов наших магазинов. Уже наших. Не знаю. Мне как-то становится сразу как-то грустно. Я сегодня утром встала. И первая моя мысль. Я не опоздала на работу. Я смотрю в телефон. Смотрю на время. Вижу, что время 7. Очень странно, что я встала в 7. Я понимаю, что мне не нужно на работу. И мне от этого очень грустно стало. Как-то хреново, если честно. Не могу сказать, что я прям рада тому, что я теперь не работаю. Ну, если честно, вот сразу прям сломя голову идти искать новую работу я не собираюсь. Я хочу немножко отдохнуть. Снимать побольше роликов для вас. Также у меня немножко проблемы с налогами. То есть мне нужно предоставлять отчет. Это нужно делать в будни. Но если в будни у меня, например, работа, то я не могу это делать. А налоги я плачу из-за вот этих вот видео в ютубе. Поэтому я сначала хочу решить все свои вопросы с налогообложением. Снять как можно больше видео. Отдохнуть где-то месяц. Потом уже найти себе новую работу. Все, я уже выхожу из дома. Точнее, я уже вышла. Сейчас жду лифт. Мне со вчерашнего дня все пишут, почему ты выходишь с работы. Что такое произошло. Мне просто интересно, кто всем рассказал. На улице просто потрясающая погода. Такое ощущение, что лет. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Это, кстати, центральный банк. В Баку. Кто живет в Баку, тот знает. Я очень-очень люблю собачек. Смотрите, какая милая. Кто-то ей хвостик отрезал. Видишь, что даже боится она. Боится. Какая милота. Так хочу завести собаку. Как бы грубо ни звучало, я такой человек. Я очень сильно люблю животных. Если я узнаю, что где-то погибли люди. И как-то, ну, произошло и произошло. А если что-то случилось где-то с какой-то собачечкой или кошечкой, у меня сразу прям депрессуха. Странный я человек. Посмотрите на мою руку. Я просто два часа говорила по телефону, и мне было нечем заняться. Блин, где эта помада? Хотела вам показать. Ну, в общем, у меня есть матовая помада одна. И я решила просто нарисовать сердечко. Все началось с сердечка. Потом я разрисовала всю руку. Сейчас уже пойду смывать. Как видите, разговор был очень-очень интересный. Так, девчонки, давайте честно. Я, значит, купила себе обувь, и мы с мамой чуть не поругались. Мама считает, что у меня вообще нету вкуса. Я покупаю какую-то хрень, потом ее выбрасываю. Поэтому я бы хотела проконсультироваться с вами. Я знаю, что вы ко мне хорошо относитесь, и что бы я ни купила, мне говорите, что супер, чтобы меня не обидеть. Но в этот раз я прошу, чтобы вы написали субъективное свое мнение, потому что, быть может, я на самом деле покупаю какой-то хлам. Ну, в общем, давайте не будем долго останавливаться. Я решила купить себе туфельки на очень низком каблуке. То есть, если честно, я сначала хотела вообще балетки взять, потом подумала взять вот с таким небольшим каблучком. Здесь, значит, острый носик и вот такая вот вставочка. Мне, в принципе, они очень-очень нравятся. На ноге смотрятся элегантно. Я сейчас их надену и продемонстрирую вам на деле. Типа под кожу они такие. Мне фасончик, вид этих туфлей, очень нравится. Но моя мама считает, что это верх безвкусицы, что такое уже давным-давно никто не носит, это некрасиво. Пожалуйста, напишите свое мнение в комментарии, потому что мне на самом деле очень интересно. Я специально взяла маленький каблучок, чтобы на них было удобно ходить. И плюс у меня с классическими брюками вообще нет обуви, что можно поносить. Все, что было, я выбросила, потому что они мне уже не нравятся. Кстати, о моих ноготочках, смотрите, как быстро они у меня отросли, но сейчас не об этом. В общем, обязательно не забудьте написать в комментариях свое мнение, потому что мне очень важно. И так же я купила себе носочки. Но о них что рассказывать? Обычные носочки. Давайте сейчас их надену и покажу на деле. Вот так вот, значит, они смотрятся на ножки. Небольшой каблучочек. Мне кажется, очень элегантно. Плюс у них очень удобно ходить. Раньше я ненавидела этот острый носик, но сейчас мне он нравится. Мне кажется, они универсальные. Даже можно их и надеть с какими-нибудь джинсами. И так же с классическими черными брюками самое то. Туфельки, значит, я купила по дороге домой, когда шла из налоговой. А эти средства я купила где-то дня 3-4 назад. Так как у Первонета был день рождения, поэтому мне пришлось зайти в Идеал. Ну как пришлось? Я зашла в Идеал, что-то ей прикупила, что-то купила себе. Давайте вам покажу. Значит, я купила себе тушь от Идеал. На нее была 70% скидка. Она стоила, если я не ошибаюсь, 19 монат, но мне обошлась где-то за 8. Нет, кстати, там были скидки до 70%, то есть не на все было 70%. В общем, что могу сказать про эту тушь? Она неплохая, удлиняет, хорошо держится. Никаких у меня претензий к ней нет. Но все-таки моя любимая тушь от Maybelline, которая вот эта желтого цвета, она мне больше нравится. И изменять ей я больше не буду. И еще я купила тональное средство, опять же, от Идеал. В 801 оттенке. Как вы помните, я покупала себе таких 10 штук. Два из которых у меня в проекте Project Pen. Они у меня уже заканчиваются, поэтому уже нужно покупать замену. В принципе, у меня где-то 3-4 штучки остались, но они наполовине, поэтому я себе купила новое средство. Кстати, почему оно такое? То есть как будто мокрое, очень странно. Надо посмотреть на сроки. Нет, кстати, со сроками все нормально. Я просто положила тональное средство рядом с газом. Может быть, из-за этого это произошло. Не знаю, впрочем. И новинка в моей коллекции, если так можно назвать. Это крем от Aroma Collection для лица. Увлажняющий. Вот. Он есть и дневной, и ночной. Я взяла, по-моему, дневной. А Pervanet подарила ночной. Да. Это еще с SPF 12. В общем, и дневной, и ночной стоят они одинаково. Я не стала брать сразу два, решила попробовать один. Если в дальнейшем понравится, буду приобретать себе еще. Не могу сказать, что я прям в восторге от этого крема, но и никаких отрицательных моментов тоже не заметила. Увлажняет мою кожу, наношу ее под тональное средство, и в принципе, я довольна.